Конфронтация игроков Комиссия также отмечает, что в данном эпизоде игрок номер 23 Ахмат и игрок номер 7 Локомотив заслуживали второго предупреждения в данной игре. Изначально арбитр принял правильное решение, показав желтую карточку за безрассудное поведение. Комиссия исходила в своем решении из последовательности тех решений, которые принимала Дуэр. Игрок Динамо вступает в единоборство в подкате, у него нет фазы полета, он задерживает уже свое движение в конце. И самое важное, что контакт игрока команды Динамо, ноги команды Динамо происходит внизу со стопой соперника. В таких случаях по рекомендации Департамента судейства и судейского комитета УИФА, а также исходя из последовательности до этого принятых нами решений, комиссия приняла, что первоначальное решение арбитра показать желтую карточку правильное. Варх в таких случаях, когда момент неочевидный, не должен был вмешиваться в данный эпизод. Мы хорошо видим, что игрок номер 19 играет опасно в безрассудной манере, и после того, как он касается мяча, происходит контакт его ноги с головой соперника. Но данный контакт не является чрезмерным усилием, он произошел внешней частью стопы игрока, не использовались шипы, поэтому, исходя опять же из правил игры, в таких случаях судья обязан применить дисциплинарную самству в виде желтой карточки. Игрок 22 Динамо пробивает поворотом соперника, и мяч попадает в руку игрока номер 44 Тамбова. Мы видим, что эта рука находится близко к телу, она не делает тело больше, и исходя из правил игры и рекомендаций судейского комитета УИФА и департамента судейства РФС, в таких случаях арбитр правильно продолжил игру. Следующий момент очень похожий на предыдущий, также происходит удар поворотом, и мяч попадает в руку игрока номер 27 Тамбова, который отворачивается от мяча, но при этом руку держит у тела, и делает тело больше, не отставляя ее в сторону. Опять же, как и в предыдущем случае, судья правильно продолжает игру. Мы видим, что в действиях игрока Тамбова нет проявлений чрезмерной силы, нет даже безрассудства. Это фол по неосторожности, и судья правильно остановил игру. Нарушение происходит в ногах, это подножка, вот левой ногой, прямая подножка, а не какое-то безрассудное поведение. Правильное решение – штрафной удар, без вынесения дисциплинарных санкций. Следующий момент комиссия рассматривала момент, связанный с падением Малкома до штрафной площади команды «Динамо». Мы видим, что задержка начинается до линии штрафной площади и заканчивается до линии штрафной площади. Комиссия в своем решении основывалась на рекомендациях судейского комитета УЕФА, который на днях провел семинар с судьями топ-класса УЕФА. И еще раз подчеркнул, что только очевидные задержки и толчки игроков должны наказываться 11-метровыми ударами. Если игроки, которые чувствуют задержку, усиливают данный контакт, то правильным решением в таких случаях будет продолжить игру. В следующем моменте, который произошел в этой же игре, экспертно-судейская комиссия обращает внимание на то, что нарушение в данном эпизоде происходит со стороны игрока «Динамо». номер 11, который видит мяч, не смотрит потом на него, не смотрит на игрока соперника и подсаживается под игрока «Зенита», который пытается сыграть мяч, нормально выпрыгивая вверх. Комиссия установила, что нарушение правил есть со стороны игрока «Динамо» и вторая желтая карточка игроку «Зенита» вынесена ошибочно. Комиссия принимает решение, что касание игрока ротора с игроком номер 7 «Спартака» является недостаточным для падения этого игрока. Игрок номер 7 явно усиливает этот контакт, последствия этого контакта и падает сам по своей воле. Поэтому комиссия приняла решение, что в этом случае арбитр ошибочно назначил 11-метровый удар. Необходимо было продолжить игру. Момент игры «Урал-Краснодар» прыжок номер 31 команды «Краснодар» на соперника номер 20. Он является безрассудным, так как игрок прыгает не вверх, а вперед, причем выставляет руку вперед. И такое поведение игрока является безрассудным. Арбитр правильно показал желтую карточку, так как она явилась второй, то комиссия приняла решение, что удалить игрока номер 31 за безрассудный фолк является правильным решением. В моменте на 89-й минуте судейская экспертная комиссия установила, что игрок Краснодара, останавливая мяч, отпускает его и остается на месте. Происходит игровое столкновение между ним и игроком «Урала». В таких случаях рекомендации Департамента судейства Российского футбольного союза продолжить игру, так как контакт между игроками не носил характер нарушения правил игры. Дальше происходит единоборство игрока номер 33 с защитником номер 5. Они держат друг друга руками и также это не является нарушением правил игры в соответствии со всеми рекомендациями судейского комитета ВУФА, о которых я говорил выше.